Ребята, Настя, моя подруга, заехала за мной на Херсонес, и мы едем на 35 батарею в Казачью Гухту. На 35 батарею легендарный музей, и он, кстати, бесплатный, ловите лайфхак. Там даже экскурсии, это все бесплатно. Кто его создал, Настя? Чалый, это у нас... Венцинат Севастопольский городской. Какой-то олигарх, да, наверное? Ну, он богатый человек, да, у него тут бизнес какой-то. И говорят, что он такой музей самый крутой, да? Зак собрания у нас, ну да, это самый хороший музей. Ну все, что, поедем, потом вам все покажем и расскажем, и адрес этого музея, обязательно его посетите, это бесплатно. Ребята, немного вам панорамочки таких жилых массивов. Это какой район, Настя? Так, это какой район? Камыши. Ну, такой, наверное, спальный, да? Да, спальный камышовый бухт. Это сейчас на сетках снимаешь, а еще многоэтажки. Там, наверное, тоже свой пляж, да? Да везде там пляжи. Вот эти бухточки, все пляжи, да? Да, Севастополь с трех сторон обружен морем, поэтому... Я просто посмотрел по карте, прям все в бухточках, бухточках, бухточках. Поэтому и районы так называются. А районы называются по названию бухты, все, я понял. Корабелка, карабельная бухта. Карантинная еще. Какие-то Омега, Омега, да. Вон какие домики, да, прикольные. Там, наверное, море видно с верхних этажей. Так, море, море. Да нет, тут море. Не видно, да? Тут море у парка Побега ближайший. Ну, конечно, с центром не сравнить. Центр такой старинный, исторический. Духом военно-морского флота. А тут вот такое, да? Как этот поет? Районы, кварталы, жилые, массивы. Дороги вот до сих пор делают. О, ну все равно хорошо, что делают. Да, все же сразу им не вызывают. Все постепенно. Настя, что вот это за бухта? Это казачья, да, казачья. Прикольно. Вот так выходишь, кофеек, попить чаек, а тут такое. Так, ну мы приехали с Настей в музейный комплекс 35-я батарея. И посмотрите, если вы поедете на общественном транспорте, вот она, остановочка. Вон на фоне моря она прям. И вы когда выходите, прям вот буквально 470 метров до музея. Остановка называется 35-я батарея. Не буду вас грузить, какой транспорт сюда ходит. Из центра даже есть прямые маршрутки, 105-я, 77-я. Но вы всегда пользуетесь Яндекс-картами. В них уже встроен Яндекс-транспорт. Вы просто вбиваете точку, откуда вы едете, а конечную вбиваете 35-я батарея. Остановочка рядом. Все. И Яндекс вам покажет и какие маршрутки, и все в режиме онлайн, где они едут. Поэтому здесь все работает Яндекс-карта великолепно, детализировано, никаких проблем. Наш президент, российский триколор и наш Владимир Путин. Вы посмотрите. Я такое первый раз вижу. Пирожок с картошкой 25, с капустой 25, с печенью 30, сосиска в тесте 55, растягай с сыром 35. Ребята, мы сегодня без обеда, потому что сумасшедший день. Настя меня забрала из Херсонеса, и вот мы приехали на 35-ю батарею. Поэтому у нас сегодня такой обед студенческий. Вот в этом прям магазине с Путиным я взял Биомакс кефирный 50 рублей и пирожки 2 с картошкой и 1 с капустой. 125 рублей мой обед. Значит, смотрите, ребята, режим работы с 1 ноября по 30 апреля. Первая экскурсия в 10, потом каждые 30 минут, продолжительность полтора часа. А последняя, вот мы с Настей на нее идем, она укороченная, 1 час. С 10 до 17, понедельник, вторник, выходной. И что самое интересное, о чем я вам говорил, посещение музейного комплекса, включая экскурсионное обслуживание, абсолютно бесплатное. Вот здесь подходите, берете билетики. Вот мы с Настей взяли на 16.00. Ребята, вот так это выглядит. Мы попали на укороченную экскурсию. 35-я батарея в период героической обороны в Севастополе, 1941-1942 год. Мощным огнем своих орудий поддерживала защитников города. Вон часовня. Деревья высажены в памяти героических защитников Севастополя, 1941-1942 год. Вот они, вот эти деревца. И посмотрите, какая земля. Это не наш чернозем, такая красная. Вот видите здесь имена всех воинов и каждому деревцу. 14 неизвестных защитников, 16 неизвестных защитников, 31 неизвестный защитник. Видите, кто-то с именем, а кто-то 9 неизвестных. Тут вообще 19 неизвестных. 28. То есть все в основном неизвестно и лишь пару имен. Сколько здесь вот людей нашли мертвых. Ну, бойцов. Настя рассказала очень интересную историю, что когда наших находили, ну это понятно, а если находили немцев, то если их опознавали, то связывались с родственниками в Германии. И немцы сюда приезжали и просто со слезами на глазах. И мне вот интересно, было ли бы за границей такое отношение к нашим солдатам? Такой риторический вопрос, ребят. Вот снаряды, ребят, которые находили. Видите, какая ржавчина уже. А обедать мы будем вот на вот этих вот лавочках с шикарным видом на Черное море. А вот это что строится? Это жилые дома. Жилые дома, да? Казачья бухта. Видите, вот такой другой Севастополь, не центр. Вау, какие лавочки. Слушай, Настя, ну потрясающий цвет воды на любом пляжике. Обалденно. Созданная еще в 1912-м, 35-я береговая предназначалась для обороны городов. Но в дни войны ей пришлось защищать его с суши. К концу октября 1941-го весь Крым был оккупирован фашистами. Непокоренным оставался лишь Севастополь. Его защищали 30-я батарея у села Любимовка и 35-я здесь, на мысе Херсонес. Первая попытка взять Севастополь была предпринята 11-й армией под командованием Манштейна 7-го ноября 1941-го. Но немцы были встречены огнем такой силы, что им пришлось отступить. Это впервые подала свой голос 35-я. Не увенчался успехом и повторный штурм в самом конце 1941-го. Город получил передышку в полгода. 7 июня 1942-го года войска Манштейна вновь пошли на штурм. После 10-дневной обороны была окружена 30-я батарея. Но 35-я береговая еще три недели сдерживала наступление. 30 июня 1942-го года высшее командование покинуло Севастополь. Но простые бойцы продолжали защищать Севастополь до последней капли крови. 1 июля, когда Севастополь был сдан, советские бойцы взорвали 35-ю батарею. Силы защитников уменьшались каждым часом. Не было воды, боеприпасов, надежды. Пройдет меньше двух лет, и советские войска, повторив путь Манштейна, 9 мая 1944-го, ровно за годы Великой Победы, освободят Севастополь. Но тогда, в 1942-м, стоящий под палящим июльским солнцем, бесконечно уставшие, измученные жаждой и бессонными ночами, люди этого не знали. Впереди их ждал ад гитлеровских концлагерей, выжить в котором было суждено лишь единицам. Более 75 лет прошло с тех далеких дней, и война постепенно уходит из нашей памяти. Но здесь, на мысе Херсонес, прошлое оживает. Посмотрите, сколько погибло людей. Экскурсовод сказал, если вы найдете свою фамилию, и даже если ваши родственники не воевали, будет приятно понимать, что вы тоже как-то, хоть чуть-чуть, опосредованно относитесь к защите Севастополя. Представляете, сколько людей? Пантеон славы. И причем два могут быть брата, видишь? А один П, отец их. Точно. П, П. Это два сына. И П, это их отец. Вот моя фамилия. И кульминация экскурсии – это зал скорби, где мы почтили память павших при обороне Севастополя бойцов и мирного населения. Эксклюзивно для моего канала я снял без купюр эту церемонию. Из зала даже мужчины выходили со слезами. Севастополя бойцов Севастополя бойцов Севастополя бойцов Севастополя бойцов Севастополя бойцов Севастополя бойцов Севастополь Севастополя бойцов Севастополя бойцов Севастополь 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 Перемешаю и вот такое быстрое рагу Так, ну что, вот у нас получилось Порезанный лук и болгарский перчик И порезанное филе курочки Картошка уже варится Так, немного припассируем лук и болгарский перчик Овощи приспустились и добавляем филе курицы Что овощи, особенно лук и болгарский перец Что филе курицы готовится очень быстро Поэтому это рагу, такой экспресс вариант Зато горячее и по-домашнему Картошка отварилась И здесь уже сейчас скоро будет готово Чуть-чуть водички добавляем И пусть притушивается Закрою сейчас крышкой Добавляю натуральную приправу прованские травы Фирмы Элит Здесь была на квартире Такой запах вообще Последние штрихи Слили воду из картошки И добавляем наши овощи с курицей Вот такая получилась вкусняшка Горяченькая Все по-домашнему Супер Ну вот такой у меня ужин на сегодня Я все-таки супер повар Ну и заканчиваю я сегодняшний вечер Вот таким вот десертом Сыр Моздам Яблоко красное Темный шоколад с фундуком И массандровское вино Седьмое небо Князя Голицына Урожай 2011 года Несмотря на то, что я пью Сухие и полусухие Я взял это по совету Моей подписчицы Светланы из Ялты Это десертное сладкое белое вино Здесь 16 оборотов Выдерживается оно по классической технологии Здесь такие сорта винограда Кокур белый Мускат белый Мускат розовый Пино серый Здесь в основном Преобладание медовых тонов Тонов персика Айвы и мушмолы Ну что, давайте попробуем Тем более это вино завоевало На международных конкурсах 6 золотых медалей А производится оно с 1880 года За Севастополь За Крым Недооценивал я десертное вино Это очень вкусно Прям персик, мед Сладкий такой Во Рекомендую Ну что ж Я с вами прощаюсь С вами был Владимир Александренко Подписывайся на мой канал Обязательно комментируй Впереди еще очень много серий И конечно подписывайся на инстаграм Все, пока, до завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok